От приема звонка до выезда пожарной бригады всего несколько минут. Именно огнеборцы, входящие в ее состав, первыми прибудут на место происшествия и приступят к ликвидации возгорания. В пожарной охране Александр Козлов работает уже 15 лет. На службу пришел сразу после армии. С тех пор ни разу не сомневался в своем выборе. И пусть будни полны волнений и тревог. В свободное время Александр посвящает почти медитативному занятию – резьбе по дереву. Профессия – это профессия. А это больше как хобби, это больше как бы для души. Ну вот резьба, я имею в виду. Это можно отвлечься, как бы немного, ну, ни о чем не думать. То есть ты вот занялся резьбой, режешь, у тебя, ну, как бы мысли чистые, ты не думаешь о никаких проблемах, ни о чем. Впервые познакомился с инструментом и материалом Александр еще во время учебы в школе. Тогда стандартный факультатив превратился в хобби. У нас был учебно-промышленный комбинат, раньше это с 9 класса, где можно было выбрать, ну, какое-то направление по профессии. Ну, и там было декоративно-прикладное искусство. Я решил пойти именно на него учиться. Вот и с этого момента начал заниматься в этой сфере деятельности. То есть это была и объемная резьба, техника марки 3. Вот и там я уже, ну, получил, как бы, основные азы, как бы, резьбы и занятия декоративно-прикладным искусством. Так и стал скульптором и художником в одном лице. Запасся инструментом, стамесками и резаком, начал совершенствовать свои художественные навыки. И сегодня любое изделие может воссоздать с нуля. Так, например, неприметный деревянный брус в его руках постепенно преобразуется в дубовый лист. Но чтобы работа ладилась, как признается сам герой, нужно учесть много факторов. Это и верно подобранный материал, и инструмент, и, конечно, терпение и усидчивость. Работа с древесиной, она очень, ну, такая творческая. Тут очень много факторов, ну, и плюс, как бы, и твое состояние. Если ты, там, действительно, да, там, нервничаешь или что-то еще там, то у тебя может не получаться, у тебя, ну, происходят сколы, у тебя что-то откалывается, там, и так далее. То есть это все нужно пропускать через себя, успокаиваться, и все потихонечку, как бы, шаг за шагом, и ты все равно, как бы, ну, придешь. Вот, придешь к нормальному, ну, хорошему качеству изделиям. Одну из работ Александра сегодня можно увидеть в церкви спаса нерукотворного образа. Специально для иконостаса мастер изготовил деревянные элементы. Вручную вырезал порядка полутора сотен деталей. Церковная стилистика легко читается в плавных линиях и, конечно, в материале. Древесина тут больше используется липа, потому что она больше всего подходит, как бы, и по своей текстуре, и по своему качеству, вот, потому что она мягкая и очень хорошо поддается резьбе и меньше колется, потому что все вот элементы, они все округлые, то есть закругленные формы имеют. Создание иконостаса – первый опыт работы в стилистике церковной резьбы. Между тем, Александр планирует освоить и другие методы обработки дерева. Следующие – реставрация деревянных изделий.